Люди в страсти живут будущим, потому что им трудно принять судьбу. В результате есть пять стадий отношения к жизни. Первая стадия называется мечта. Знаете, чем мечта отличается от цели? Цель жизни направлена на служение другим, а мечта направлена на счастье. Когда человек хочет счастья, он мечтает. А когда человек хочет служить другим, он тогда не мечтает, а действует. Человек должен стремиться к цели, а не к мечте. Иногда люди путают слова, но в целом идея хорошая, что к чему-то стремится в жизни. Надо поверить не в мечту, а в цель жизни. И в путь. В путь надо поверить. Потому что мечта означает путь в данном случае, цель. Поверить в цель жизни, поверить в веру, поверить в красоту людей, доброту людей. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Я приехал, когда в Самару лекции читать, поехал в Тольятти посмотреть на свой дом, на школу. Увидел, что школа другая, там уже все по-другому. Все, как я помню, уже этого нет. И дом другой, уже прошло много лет. Там другие люди живут, другая энергия. Все другое. Время след занесло. Нету следа этого все. Это осталось в прошлом. Обратного пути у жизни нет. Только вперед. Надо идти своим путем. И не надо сворачивать. Нельзя свернуть никогда. Свернуть означает предать себя. Надо себя предавать. И нормально, если человек, допустим, он не знает, как правильно, допустим, он решил, что главное в жизни это достаток, это дом, это машина, это работа, это его уровень развития. Это нормально. Надо просто знать, что в этот случай, если ты так решил, что ни духовная жизнь, ни работа над собой, ни любовь, ни отношения, ни верность, ни чистота, ни красота, ни доброта людей, а квартира, машина и деньги являются главным в твоей жизни, то ты пройдешь несколько стадий. Первая стадия — это мечта. Вторая — тяжелый труд. Третья — усталость. Четвертая — разбитость. Пятая — разруха. Повторяю. Первая мечта. Она в фильмах описывается, это первая стадия. Все фильмы про эту цель жизни, когда ты успеха ждешь, к успеху в жизни стремишься, тогда все фильмы это показывают, про успех есть много фильмов. Для того, чтобы этот фильм был, нужен большой дядя, такой мускулистый, который носит бревнышки с автоматом, с большим, с таким. Дальше нужна жертва тот, который обижен, чтобы дядя этот всех перестрелял. Потом нужно обязательно показать, что дядю вообще невозможно убить. Что с ним не делай, он всегда выживает. И даже его, если бросишь с высотки, он все равно выживет. Шансов никаких нет. То есть он полностью непобедимый. Вот. И в конце концов побеждает ваша мечта. Вы смотрите этот фильм, и никаких шансов. Только мечта побеждает. Вот это фильмы в страсти, они не показывают трезвость жизни, настоящего не показывают. Они показывают только иллюзию нам вот этой вот мечты. Вторая стадия – тяжелый труд. Человек упахивается ради своей мечты. Третья – усталость. Четвертая – это поверженность человека, разбитость. И пятая – меградация или разруха. Хорошо, давайте на примере, как бы, на примере четырех мушкетеров. От первой стадии до последней. Пора, пора, порадуемся на своем веку Красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, Судьбе не раз шепнем «мерси, Боку». Сорок лет спустя. Сколь дней осталось, Как снять усталость? Зеленоглазое такси. Притормози, притормози И отвези меня туда. Где будут рады мне всегда. Как снять усталость, да? Сначала порадуемся на своем веку, Потом сорок лет спустя Четыре мушкетера. Но это вы знаете, Это один артист играл и пел. Все это вместе и получилась Вмешанная история, Которая называется «Жизнь». Итак, Если сколь дней осталось, Как снять усталость? Значит, пора переходить В следующий слой жизни. Называется «Плагость». Ну, то есть, в страстном слое жизни Семейные отношения есть. В невежественном нет семейных отношений. Люди просто мучаются друг с другом. В страстном слое семейные отношения есть. Люди живут ради детей, Ради работы, Ради родственников. Они живут ради жизни. Но близких отношений у них нет. И не надо удивляться, Если кто-то из них изменит В какой-то момент. Не надо удивляться. Потому что время никто не отменял. Время влияет, Наступает тяжело. Если у людей близких отношений нет, Они просто общаются Из-за детей, Из-за работы, Из-за дел друг с другом. Но у них нет открытия сердца, У них нет глубины в отношениях. Они даже боятся друг другу сказать правду. Тогда не удивляйтесь, Что близкого человека смывает Из отношений, Когда наступает тяжелый период, А наступает он обязательно раз в несколько лет. Поэтому отношения в страсти, Которые основываются на внешних каких-то успехах, Они недолговременны. Они заканчиваются, Потому что нет глубины в этих отношениях. Нет глубины в отношениях. Глубина есть только в отношениях, В благостных отношениях. Когда люди, Или один человек в семье, Или кто-то один, Решает, Что самое главное в жизни, Это молитва, Работа над собой, Желать всем счастья, Просить прощения, Прощать, И до конца себя отдать. Что это и есть жизнь. Жизнь означает любить, 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 Прощать, И до конца себя отдать. Если человек хочет такой жизни, Чистой, Светлой, Возвышенной, Он тогда понимает, Что у любви настоящей, Есть тоже свои стадии. Первая стадия называется принятие. То есть нужно человека принять всего, Со всеми недостатками. Для этого нужна молитва. Почему ты его не принимаешь? Потому что это твоя судьба. А люди в страсти бунтуют, Перед собой судьбой. Они не хотят только успеха. Они не хотят трудностей. Заметьте, Что у людей в страсти Не бывает трудностей. У них всегда все преодолимо. Все победимо. Благость означает, Что человек принимает судьбу. Такие фильмы тоже есть Про святых людей, Которые иногда страдают, Мучаются, Молятся. Это и есть благостная жизнь. Страстным людям очень трудно Это смотреть, И они начинают печалиться, Когда такой фильм идет. Потому что как-то Неинтересно. Но это и есть жизнь. То есть жизнь означает, Что ты принимаешь судьбу Вот сюда, внутрь. Молишься. И побеждаешь потом. Твой близкий человек тоже судьба. Его надо принять. Почему мы ругаемся? Потому что мы не принимаем друг друга. Надо принять. Когда человек принимает, Какой признак, Что я принял близкого человека? Идешь домой отдыхать, А не ругаться. С работы домой идешь отдыхать. Чувствую, Что я дома отдохнул. Несмотря на то, Что у низкого человека Так и есть недостатки, Они не... Ничего не поменялось, У них те же самые недостатки, Но ты отдыхаешь дома. Почему? Потому что ты принял. Все. Когда человек принял, Он не страдает. Страдает, Потому что бунт идет. Трудность осталась, Но страданий нет. Трудно, Но не страдаешь. Итак, Отношения страсти Имеют несколько стадий. Люди сначала чувствуют, Что у них все хорошо, Все получается. У них развивается Совместная жизнь. Потом начинаются трудности. То есть сначала нектар, Медовый месяц. У нас классное время, Нам все хорошо у нас. У нас супер все происходит в жизни. Вот. И это первая стадия Жизни в страсти. Это хорошее время. Но знайте, Что есть, Ну время действует По-разному на людей В разных настроениях. Если люди знакомятся В благости, Сначала пытаются понять Друг другу служить, Друг другу разобраться, А потом только близкие отношения. То сначала яд наступает, Потому что они Привыкают друг к другу, Им тяжело сначала. А потом нектар. Потом счастье. Но оно осознанное. Счастье. Спокойную такую природу иметь. На долгу, На всю жизнь. Второй вариант. Мы наслаждаемся Сначала друг другом. У нас сначала Ламбада, да? Вот. В отношениях все классно. Мы балдеем. Вот. Потом дальше Сначала нектар. Потом что будет? Яд. Потом мы узнаем Друг друга. Думаем, Господи, Что это такое? Человек в шоке. Таким образом, Надо понять Вот эту вещь, Что Если сначала сильно хорошо, То это не факт, Что всю жизнь так будет. Потому что характер у каждого человека есть, Судьба у каждого человека есть, Она действует через него. Потом начинаются трудности, Долго, Долго, Трудности потом. И отношения в целом Сначала у всех Чуть-чуть хорошие, Потом идет спа, Долгий, Где-то 8-10 лет. Потом дальше У человека выбор. Или он начинает любить, То есть терпеть, Уважать И верить в человек. Или разрушаются отношения. То есть настоящая любовь Потом буква В получается. Она начинает нарастать С возрастом. Если человек Хочет действительно верных, Глубоких отношений. Но эта любовь, Которая настоящая, Не на сексе основана. Она основана на сердце. На сердце. Вот здесь она живет, Эта любовь настоящая. В сердце. Надолго. Может даже На много жизней. Если люди вот эту буквой Проходят, Они могут в следующей жизни Опять встретиться. Они могут долго ждать даже. Представляете, Я такое видел. Ко мне одна женщина Подошла недавно, Говорит, Олег Геннадьевич, Я, У меня был один человек в жизни. Он ушел из жизни. У меня только один вопрос к вам. Мне, Я все равно его буду ждать. Все равно буду ждать. Всю жизнь. Он ушел из жизни. В одном возрасте. У меня к вам один вопрос. Мне замуж выходить? Или можно не выходить? Не смейтесь, Я вам серьезно говорю. Я смотрю, Она связана с этим человеком. Она в следующей жизни С ним будет вместе. Сто процентов. Верность. Это сильная штука. Это означает, Люди сердцем Соединены. Не половыми центром. Секс, Говорят, Даже не повод для знакомств. Верность. Это повод быть вместе навсегда. Интересный был такой. Такой удивительный человек. Его зовут Рабин Дранат Тагор. И он, Когда уходил из жизни, Он такую песню удивительную, Стихи такие составил Своей жене. Объяснил ей, Что мы не расстанемся с тобой. И Любовь побеждает Разлуку. Смерть побеждающей, Вечный закон. Это любовь мне. Он мне сказал, Что когда Тебе будет трудно, Или когда ты Уже в возрасте будешь, Я к тебе буду приходить. Ну то есть, Ты это не всегда будешь понимать, Но Как будто вот Навеивать будет Память о тебе обо мне. Ну то есть, Он ей объяснял, Что будет дальше. То есть, Что мы не разлучимся с тобой, Что мы связаны с тобой. Иногда Ты будешь чувствовать эту связь, Иногда нет. Но в конце концов, Будем вместе. Такие стихи. Некоторые люди Пытаются Говорят, Олег Геннадьевич, Как мне заново выйти замуж? Я не могу что-то, У меня Обида не проходит на мужа, Не могу забыть отношения. Люди не разлучаются. Если люди были вместе, Прожили какое-то время вместе, Они не могут разорвать отношения Просто своим желанием. Понимаете? Потому что каждое отношение Имеют Свой глубокий смысл. Отношения Должны превратиться В чистую память. Если, допустим, Вы чувствуете, Что вы хотите Уже заново Семью, У вас Нет отношений, Уже у него Своя жена, У вас нет никого, И вы вспоминаете Постоянно. Знаете, Что это означает, Что вы не достигли В сердце Определенной стадии, В которой Вы должны Войти в новые отношения. Причина заключается в том, Что люди не понимают, Что отношения останутся, Просто они должны Стать светлыми. Вот сейчас Это песня О светлых отношениях. Понимаете? Даже когда человек Ушел из жизни, Тебе надо очистить Эти отношения И превратить их В светлую память. И тогда Ты свой долг Перед этим человеком Выполнишь. Также, Когда человек ушел От тебя, Тоже нужно Прощать, Просить прощения. И какое-то время Посвятить этой молитве, Чтобы сердце стало чисто, И у тебя Светлая память Осталась об этом человеке. Что ты не вспоминал, Что было плохого. Разруха Всегда означает Взаимная вина. Вот. Поэтому не надо думать, Что кто-то больше виноват, Кто-то меньше. В любом случае Светлая память Дает право На следующие отношения Чистые и светлые. Иначе Там все место Будет занято Этими отношениями В сердце. И новые, Даже если они появятся, То близкие, Близость к человеку Ты не почувствуешь. Может даже Всю жизнь Будет казаться, Что он чужой. Или Как будто бы Не хватает чего-то В этих отношениях. Это означает, Что ты не очистил Память А с прошлых отношений. В памяти Мы живем в памяти. Память Это очень важно. Поэтому человек Всегда должен Очищать свою память. Когда уходит Из жизни человек Или разрушаются Отношения, Нужно очистить Свою память. Или Одиночество. Результат Будет одиночество. Но в данном случае Муж Настраивал Свою жену На светлую память Для того, Чтобы ей было Легче перенести Разлуку. Он ей уже Заранее Объяснял Что будет дальше С ней. Как она Проживет Свою жизнь. Есть энергия времени Она приводит Человека к смерти. А любовь Побеждает время. Даже человек, Который Победил Всю свою судьбу Любовью, Он вообще Не соприкасается Со смертью. Он даже Не знает, Что он ушел Из жизни. Он не испытывает Никакой боли От смерти. Ничего. Для него нет Смерти Для такого человека. Смерть Означает Нехватка любви. Если человек Имеет Сильную любовь Богу В своем сердце. А я видел Таких людей. Они уходят Из жизни С состоянием Великого счастья. У них На лице Счастье Глаза Глаза Открытые Счастье Один человек Болел Раком Сильно В святом месте Жил И У него Два метастаза Попало в голову И он Перестал Соображать Лежал Просто И ничего Не помню Его дочь Попросила Меня Как-то Помочь Ну я Как бы Не думал Что я могу Его как-то Вылечить Но Начал Воспользоваться Влиянием Коры Деревьев На Человека И начал Ставить Ему кору И Очень быстро Сосались Эти два Местостаза И еще Дальше Начали Рассазываться Местостазы И он Начал Поправляться Он пришел В себя Устал Лучше И потом После этого Я его спросил Видите Как здорово Вы выздоравливаете По милости Бога Благодаря Вашей молитве Он сказал Мне становится Лучше Но я не знаю Чего хочет Господь Я когда Узнаю Я тебе скажу И через Некоторое Время Он молился 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 И я к нему Пришел Он говорит Господь Хочет Меня Забрать К себе Ну Я думаю Я говорю Вы же Я же Вижу Что вы Выздоравливаете Он говорит Да Я согласен Но я точно знаю Чего хочет Господь И Ты можешь Продолжать Меня лечить Если хочешь Я начал Ну Продолжил Его лечение И в какой-то момент Ему перестало Все помогать Все то Что я делал раньше То что ему помогало Ему перестало Помогать В какой-то момент И он сказал Все Время пришло Пожалуйста Сейчас мне уже Не нужно лечение И он начал Молиться Поститься И молитву читать И на следующий день Ночью Он Попригласил Своих всех Соратников Духовных Друзей И он Он лежал На кровати У себя В ясном сознании Он сказал мне Что Спасибо тебе За лечение Потому что Ты Выполнил Волю Бога Ты дал мне Возможность Уйти в ясном сознании Потому что Ну опухоль Примешало ему Помнить о Боге В момент смерти И он Ночью В бодром Таком радостном Состоянии В молитве Постепенно Начала угасать Его жизнь Все Слабел Слабел Он И Молились Все вокруг Молились И когда Он Ушел Из жизни Он Вот так Широко Открыл Глаза И он Увидел Прекрасное Далеко То есть То К чему Мы должны Стремиться Всю жизнь Он достиг Своей цели Жизни Этот человек И у него На лице Застыло Счастье В момент Ухода Это удивительно Видите Такие вещи И это Цель Нашей жизни Наши отношения Друг с другом Также для этого Предназначены Близкий человек Является испытанием Для нашей жизни Испытанием Некоторые люди Думают Что наградой Является Нет Сколько вы Счастья Получите От близкого человека Столько же Получите И страданий Если чувствуете Очень много Счастья вам Дарит близкий человек Обязательно Столько же Будет И страданий В этом мире Ничего за так Не бывает Если вы Счастье Заслуживаете Трудом Своей души То есть Вы служите Кто так хочет Счастья В отношении Он тоже получит Но потом Столько же страданий Поэтому все Вот эти книжки Про любовь Они все Одинаковые Да Ромео и Джульетта Там И так далее Я вас любил Не бывает Еще быть может Душе моей Касла Не совсем И так далее Ну все Одно и то же Означает Что вот эта энергия Влюбленности Она вот имеет Такую природу Что Она Предназначена Только для того Чтобы мы были вместе А дальше Идет уже Труд души То есть люди Трудятся вместе Работают над собой Пытаются Победить судьбу Нужна сила Счастье Это лишь счастье Печаль не поможет Создать отношения Счастье Мужчине От женщине Нужна энергия любви Все больше Ничего не нужно Духовная зрелость Не нужна Реализации Не нужны Любовь нужна Счастье Если вы можете Быть Сделать себя Счастливой Тогда будут Отношения Нет Тогда Не надо Об этом думать Просто занимайтесь Духовной практикой Есть разные Способы Женщине Быть счастливой В этом мире Не только Семейная жизнь Например Женщина Может иметь Большую семью Расширенную Которую Она о всех Заботится Всех любит Она становится Матерью Для всех Такая женщина Еще более Счастливые отношения В семейной жизни Всегда карма Запускается И там тяжело А когда Женщина мать И она о всех Заботится Это очень здорово Есть разные Способы Быть Неодинокой Вам надо Это тоже Поизучать Это очень важно Для вас Очень Божественно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому